здравствуйте сегодня мы с вами будем говорить о такой проблеме как выделение крови из заднего прохода при походе в туалет сразу говорю что задача этого видео это не поставить диагноз это должен делать лечащий врач цель этого видео заподозрить то или иное состояние чтобы пациент мог сам увидеть и вовремя обратиться за помощью к специалисту есть стереотипное мнение что если есть кровь в прямой кишке стуле при походе в туалет то это геморрой а действительно это наиболее частая причина особенно если есть типичные признаки кровь алая брыжет на унитаз всегда связано с актом дефекации если имеется выпадение геморридальных узлов но это далеко не единственное заболевание которое сопровождается выделением крови из прямой кишки и далеко не самое опасное и очень много других заболеваний маскируется под геморридальную болезнь то есть например у пациента есть хронический геморрой но в то же время у него есть и другая причина кровотечения например опухоль которая расположена выше лежащих отделов толстой кишки также кровоточит и геморрой смазывает клиническую картину таким образом пациент заблуждается думая что основная его проблема это геморрой именно поэтому золотым стандартом обследования при исключении других видов патологии толстой кишки при наличии геморрой дальней болезни должна быть колоноскопия другие исследования узи с ректальным датчиком аноскопии ректором аноскопии все это очень хорошо но золотой стандарт идеал которому нужно стремиться это полное обследование всех отделов толстой кишки от баугиневой заслонки и терминального отдела подвздошной кишки до выхода из анального канала впервые появилась кровь из прямой кишки нужна колоноскопия не ждите когда будет анемия и гемоглобин снизится менее 100 грамм на литр иногда приходят пациенты впервые на прием с большим стажем геморрой дальней болезни с гемоглобином 50-60 бледные иногда и буквально приносят родственники приводят за руку так как сами они уже плохо оценивают окружающую действительность при такой анемии не ждите не доводите до такого обращайтесь к врачу проктору и так ректальное кровотечением считается проявление различного количества крови даже на туалетной бумаге нижнем белье или вкаловых васах это могут быть даже единичные прожилки не обязательно кровь должна литься так сказать с ручьем на долю кровотечения из прямой кишки приходится примерно около 20 процентов от всех кровотечений желудочно-кишечного тракта при патологии прямой кишки кровь должна быть свежей ярко-красного цвета при появлении измененной крови темного и черного цвета в калии врачи употребляют другой термин мелена темный диктеобразный черный стул это признак желудочно-кишечного кровотечения то есть из верхних отделов желудочно-кишечного тракта чем источник кровотечения располагается ниже тем соответственно выделяется кровь менее измененная давайте же поговорим об основных причинах кровотечения из прямой кишки кроме геморроя это действительно наиболее частая причина на втором месте по частоте встречаемости это анальная трещина и острая и хроническая анальная трещина хотя интенсивнее кровит обычно острая трещина при трещине заднего прохода тоже может выделяться алая кровь иногда достаточно большого количества хотя конечно в среднем меньше чем при геморрое обычно как и при геморрое при походе в туалет то есть во время дефекации и после нее но в отличие от геморроя для трещины больше характерно болевой синдром и стойкий спазм сфинктера после дефекации то есть плотный каловый столбик проходит по анальному каналу и как бы разрывает мягкие ткани анального канала зоне трещины иногда рубцы если это хроническая трещина что сопровождается выделением крови иногда в небольшом количестве иногда достаточно обильно триада симптомов при трещине следующая боль кровь и рефлекторный спазм сфинктера чувство жжения некоторые пациенты описаны если трещина хроническая с выраженными рубцовыми процессами в анальном канале и даже наличие гнойного процесса так называемый субфессуральный свищ или даже абсцесс под трещиной то вместе с кровью спирмой кишки может выделяться гной и слизи образованию дефектов слизистой и соответственно кровоточивости способствуют инородные тела травм кишечника последнее время таких пациентов становится все больше в том числе из-за растущей популярности среди населения анального секса использование секс игрушек и тому подобное далее доброкачественного образования прямой кишки и других отделов толстой кишки одна из причин выделения крови которым относятся полипы ворсинчатые опухоли например тот же ювенильные эпителиальные полипоз крови также периональные кондиломы кровят папилломы если полип толстой кишки спровоцировал кровотечение симптомы будут включать также боли в животе расстройство стула к сожалению большинство полипов уж тем более ворсинчатых опухолей с течением временем они малегнизируются то есть переходят из доброкачественного образования злокачественное поэтому очень важно во время их диагностировать и удалить эти образования как правило эндоскопическим методом это могут быть злокачественные опухоли прямой кишки и анального канала то чего мы боимся больше всего они также проявляются кровотечением различной степени интенсивности а иногда также выделением слизи гноя других примесей при онкологии ректальные кровотечения могут сопровождаться анемией болями в животе расстройством стула слабостью повышенной утомляемостью сниженным аппетитом снижением массы тела потливостью гипертермией иногда общей интоксикации бледностью кожи и так далее но кроме наличия примесей в кале для колоректального рака могут быть характерны изменение характера стула чередование плотного и жидкого кала или по типу так называемого овечьего кала но это часто уже в поздних запущенных стадиях и на начальных стадиях злокачественного образования редко проявляются ярко именно поэтому основная проблема это во время выявить и диагностировать опухоль как можно раньше на ранних стадиях тогда когда шансы успешно вылечить ее кратно возрастают кровь стулья один из первых и наиболее важных признаков на который стоит обратить внимание далее следует более редкие и не всегда очевидные причины воспалительные заболевания кишечника в частности язвенный колит который поражает слизистую оболочку толстой кишки и начинается как правило с прямой кишки раньше это заболевание называли неспецифический язвенный колит сейчас среди проктологов призна принято что слова не специфически здесь не подходит если причиной кровотечения стал колит или проктит в каловых массах можно будет найти примести слизи гноя также пациенты будут беспокоить боли в животе диарея до шести-семи раз в день слабости повышенная температура тела не стоит забывать про болезнь крона псевдомембранозный колит и другие колиты и проктиты тот же колит или проктит после лучевой терапии или химиотерапии кровь может выделяться при дивертикулите это воспаление дивертикулов толстой кишки или на фоне как острого так и хронического парапроктита при свящах прямой кишки при свящах кровь может выделяться как из прямой кишки так и из патологических отверстий вокруг ануса инфекционные причины кровотечения из прямой кишки например дизентерия сальмонелиоз сифилис ректальная гонорея ирсиниоз туберкулез кишечника и многие другие гельминтозы и паразитозы это некоторые заболевания вызванные гельминтами и паразитами нежданные гости в виде амек или балантидии также могут оповестить нас по появлению крови в крале в группе риска по данным гельминтозам и паразитозам это путешественники в ряд экзотических стран лица занятые в сельском хозяйстве например животноводстве свиноводстве и так далее да и просто пренебрегающие мытьем рук и нормами гигиены люди провоцировать выделение крови может также прием некоторых медикаментов нестероидных противовоспалительных средств антитромботические препараты кровь из прямой кишки без боли также может наблюдаться при пищевых отравлениях сугубо проктологическая проблема это солитарная язва прямой кишки результат внутренней инвагинации слизистой оболочки прямой кишки в результате чего происходит травматизация слизистые формируется в этом месте небольшая язва из этой язвы может выделяться кровь слизь происходит нарушение процесса дефекации тенезмы могут появляться существует еще одна достаточно редкая патология у женщины эндометриоз кишечника который также может проявляться выделением крови из прямой кишки слизи может выделяться слизь появляться боль в животе схватковообразного характера и вот что характерно боль усиливается в период менструации особый признак этого редкого заболевания причиной кровотечения из различных отделов толстой кишки могут стать ангиодисплазии толстой кишки это сосудистые аномалии которые могут быть причиной выраженных кровотечений приводящих часто тяжелой анемии снижение уровня гемоглобина эритроцитов крови возникает вопрос при кровотечении из прямой кишки что же делать не буду здесь оригинальным даже при выявлении крови в виде одиночных прожилок в каловых массах или небольших следов крови при отсутствии каких-то других причин даже в таких случаях лучше обратиться к врачу не обязательно к врачу проктологу можно обратиться к хирургу или даже вашему участковому врачу терапевту но обратиться за направлением на колоноскопию перед визитом к врачу нужно обратить внимание на частоту возникновения ректальной кровотечения цвет отделяемой крови ее количество появляется ли кровотечение во время или после дефекации или вообще независимо от похода в туалет или другие особенности повторюсь друзья не занимайтесь самолечением если даже и изредка вы замечаете кровь в стуле даже если раз два месяца раз в три месяца бывает стул с кровью все равно лучше один раз выполнить обследование ту же колоноскопию исключить в первую очередь онкологическое заболевание колоректальный рак ну и поставить на конец правильный диагноз чем потом прийти к врачу уже извините в 3 4 стадии рака с метастазами в печени легких других органов не доводите до этого друзья не будьте дремучими будьте цивилизованными людьми грамотными исключите серьезное заболевание нужно в обязательном порядке спасибо за внимание будьте внимательны к своему организму будьте здоровы берегите себя и своих близких до свидания а а а а и